В ноябре 2019 года чисто случайно какой-то китаец съел летучую мышь, а спустя 4 месяца веселой игры на понижение случился обвал фондовых рынков. И чисто случайно договоренностей по нефти тоже не случилось, и баррель стал стоить дешевле кружки пива в Канаде, а у нас почти не подорожал бензин. Но все это лирика. Видимо у нас в карманах и на карточках нефть, и поэтому рубль зарылся поглубже, а доллар как был долларом, так и мы остался. Мало того, что техника подорожает только потому, что заводы стоят или работают не на полную, да и цепочка поставок нарушилась, она подорожает у нас в первую очередь потому, что рубль теперь дешевле. Вот что на самом деле важно для многих из нас. Пришло время для драматической части. Готовы? Все это стало приговором для тех, кто планировал собрать ПК на новом Ryzen или 10-м поколении Intel. В общем технику по старым ценам ты уже вряд ли купишь, и есть те, кто считает, что от этого мы только выиграем, но это уже высшая математика. А мы пока подумаем, как бы проапгрейдить ветерана-косынки и сапера в игровой ПК. Это печально, но интересно. Поехали. Твердотельные накопители или SSD стали массово ставить в ПК лет 5-6 назад. Оно и понятно, та же и Windows 7 работает на жестком диске вполне себе сносно, да и игры тех лет не были такими уж большими. И лишь после выхода Windows 10 и появления игр весом под сотню гигабайт, скорость работы накопителя стала критически важной. Так, даже с топовым железом Windows 10 запускается с HDD зачастую дольше минуты, а во время загрузки нового уровня в метро Исход с жесткого диска можно вполне успеть сходить сделать себе чайку или порадовать подругу. А установка обновлений на жесткий выводит ПК из строя временами на пару часов. Как итог, если вы собирали себе ПК лет 6-7 назад и отказались от SSD, самое время наверстать упущенное. Да, не стоит ждать прироста FPS от перехода на твердотельный накопитель, но зато вы получите систему, загружающуюся за десяток секунд и избавите себя от фризов в играх после загрузки новой локации. Конечно, цены на SSD в последнее время выросли, но все еще за пару тысяч рублей можно найти накопитель на 120-128 гигабайт. Этого вполне хватит под систему и парочку игр, или нужный вам софт. Давно прошли те времена, когда 640 килобайт хватало всем. Та же Windows 10 после старта вполне может отъесть 3-4 гигабайта ОЗУ, а хром с парой вкладок вгрызется еще в один гик, расталкивая Photoshop или Premiere. В итоге для современного ПК минимальным объемом памяти можно считать 8 гигабайт. Однако тут есть свои нюансы. Если вы при сборке ПК в славные времена FX'ов и Sandy Bridge взяли себе 8 гигабайт ОЗУ одной плашкой, настоятельно рекомендуем добавить к ней еще одну, хотя бы на пару гигабайт. Да, двухканальный режим работает даже с разными по объему модулями. Главное, чтобы совпадал тип памяти и хотя бы тайминги. Двухканальный режим вдвое ускорит пропускную способность. В итоге что процессор, что видеокарта, с ней будут работать быстрее. Это легко может увеличить FPS в играх на пару десятков процентов и убрать фрезы. Ну а если у вас памяти меньше 8 гигабайт, тут даже говорить не о чем. Однако не переусердствуйте. Да, вы вполне можете приобрести на Алиэкспресс даже 4 планки DDR3 по 8 гигабайт, которые там стоят всего пару тысяч рублей за штуку и получите целых 32 гигабайта ОЗУ. Однако в играх вам это ничего не даст. Даже самым тяжелым проектом в Full HD с головой хватает 16 гигабайт памяти. Также не стоит забывать про разгон ОЗУ, если есть такая возможность. Даже дешевые плашки DDR3 зачастую вполне способны работать на частоте 1866 МГц, а более дорогие могут и на 2133 замахнуться. В лучшем случае вы можете получить прирост в 10% производительности. Достаточно приятный бонус для старого ПК. Установка ОЗУ и SSD это легкий апгрейд, который вполне может помочь процессору и видеокарте чувствовать себя комфортнее. Но очевидно, это едва ли поможет, если в сердце трудится двухъядерный Core i3 пятилетней давности или четырехъядерный FX. Конечно, эти процессоры способны запустить большинство современных игр и даже кадры в секунду выдавать вам будут. Однако постоянные фризы, пропадающие текстуры и зависания на пару секунд, может вас и не смущают, но все же для большинства игроков это неприемлемо. Какой выход? Покупка топового процессора для своего сокета. Скорее всего это будет или Intel Core i7 или AMD FX 8000. Однако вот незадача. Они или не продаются, или за них просят слишком много шекелей. А разумеется, тратить такие деньги на старичка смысла нет. И тут на помощь нам приходят Xeon с Алиэкспресс. Но не спешите закрывать видео. Это не те Xeon для вечно живого LGA 775, для работы которых нужно перепрошивать BIOS и плясать с бубном. Xeon для относительно современных LGA 11.5-5 и 11.5-6 официально поддерживаются подавляющим большинством плат. Так что вам достаточно просто поменять процессор, подождать пока система обновит параметры и радоваться удвоенной производительности. Так, если у вас плата на сокете LGA 156 и вы устали от фрезов популярного некогда Core i3 550, то всего за 600 рублей можно взять Xeon X3440. Этот процессор имеет 4 ядра и 8 потоков с частотой чуть меньше 3 ГГц. К тому же он неплохо разгоняется. В современных реалиях он выступает чуть хуже 4-ядерных Core i3, но все еще его хватит для большинства игр, пусть и не при 60 фпс. Цены на Xeon для LGA 11.55 выше, да и к тому же они практически не разгоняются. Так что придется сразу брать достаточно быстрый вариант. Например, Xeon E3 1270. Он является почти точной копией некогда популярного i7 2600, то есть имеет 4 ядра и 8 потоков с частотой около 3,5 ГГц. Да, за него придется отдать около 3,5 тысяч, но все еще это очень небольшая сумма за процессор, который без особых проблем потянет процессорозависимые современные игры. Разумеется, не бросают наши китайские братья и обладатели плат на AM3 Plus с вечно живым FX. Зачастую многие брали себе на старте 4-ядерный FX 4000 и 6-ядерный FX 6000, которые отлично чувствовали себя в играх еще пару-тройку лет назад. Но, увы, теперь единственная линейка FX, способная комфортно тянуть современные новинки, это 8-ядерный FX 8000. Его базу представителя FX 8300 можно найти за 4,5 тысячи рублей на Алиэкспресс, а с учетом возможности разгона он легко достигнет частот и более мощных собратьев. Ну и последний популярный на сегодняшний момент сокет, для которого возможен простой апгрейд, это LGA 151. В далеком 2016 году хватало людей, которые взяли себе двухъядерный Core i3 6100, а через пару лет новые Core i3, по LGA 151 2-й версии, уже оказались четырехъядерными. И вообще двухъядерные процессоры сейчас очень неуютно чувствуют себя в играх, да и в современных приложениях тоже. Что же делать? На помощь придут так называемые инженерные процессоры. От обычных релизных они отличаются чуть сниженными частотами и отсутствием маркировки. В системе они будут отображаться как Intel Core 4.0. Но во всем другом это вполне себе рабочие камни, которые при этом стоят существенно ниже своих брендированных аналогов. Так, инженерный вариант Core i7-7700 с индексом QKUN, имеющий 4 ядра и 8 потоков с частотой чуть выше 3 ГГц, можно найти за 11,5 тысяч рублей. Дорого, скажете вы? Ну, посмотрите цену на такой же неинженерный Core i7 в обычных магазинах. Скорее всего вы увидите цифру около 20 тысяч рублей, если конечно же найдете его в продаже. К тому же такой процессор вполне себе способен пособничать хорошим видеокартам вплоть до GTX 1070. То есть на его базе вполне себе можно собрать мощный игровой ПК. Так, SSD поставили, ОЗУ нарастили и Xeon воткнули. Все это круто и компьютер стал работать куда быстрее. Однако, если у вас стоит какая-нибудь Nvidia GTX 650 Ti с одним гигабайтом видеопамяти, то про современные игры придется забыть. Что же делать? Ну, разумеется, благодарить последствия майнинг безумия. Что Авито, что Алиэкспресс просто завалены такими видеокартами, как, например, AMD RX 470 и RX 570. Да, они могут быть пыльными. Да, их неплохо бы разобрать и заменить термоинтерфейс. Но в любом случае за 5-7 тысяч рублей вы получаете видеокарту, которая без особых проблем справится с современными играми в Full HD на средних и даже высоких настройках графики. Это отличный вариант на ближайший год-два. Ссылочки на примеры железа с Али ищите в описании. Они реферальные, я, может, заработаю, а вы точно не переплатите. Окей, майнинговая RX-а хороший вариант для тех, чьи видеокарты сейчас можно охарактеризовать как затычки. Но что делать тем, кто в свое время собрал топовый ПК, например, на Core i7-3770K вместе с Nvidia GTX 680 на 4 гигабайта? Такой процессор, особенно с разгоном, все еще неплох и без проблем тянет современные игры. Видеопамяти у видеокарты также немало, а вот сам чип уже не особо крут. Из относительно современных видеокарт ближе всего к старому топу выступает GTX 1050 Ti. Конечно, никто не спорит, такой GPU способен вытянуть современные игры в 1080p, но вот замахнуться на высокие настройки скорее всего не получится. Выход – Sly или Crossfire. Эти технологии позволяют объединить вместе пару одинаковых видеокарт от AMD или Nvidia. Из плюсов вторую GTX 680 вполне можно найти тысячи за четыре. Из минусов нужен достаточно мощный блок питания, ватток на 700 или больше. Да, прирост будет далеко не во всех играх. Но, например, в третьем Ведьмаке связка из двух GTX 680 может посоперничать даже с GTX 1070. Но все же две видюхи – это, конечно, уже крайний и противоречивый способ. Как видите, ПК даже десятилетней давности зачастую не приговор, и за 10-15 тысяч рублей его можно превратить в добротный современный рабочий или игровой компьютер, который будет радовать вас производительностью еще год-другой. А к тому времени, глядишь, и нефти случайно станет в дефиците, мы и победим все вирусы, рубль окрепнет, выпустят новые процессоры с видеокартами и можно будет задуматься о сборке нового компьютера уже с нуля. Сказочная красота! Не забудьте подписаться, если еще не с нами, и поставить лайк, если ролик вам понравился. До скорых встреч!